Давайте начнем. Здравствуйте все коллеги. Сегодня у нас докладчик Вячеслав Боровицкий, и он расскажет про гауссовские процессы в машинном обучении. И я так понимаю, что это как-то связано тоже с семинаром индустриальной математики, да? Вы, может быть, поясните? Ну да, я сейчас тоже представлю доклад и себя. В общем, я Вячеслав Боровицкий, и доклад будет, наверное, немного необычный для студенческого коллоквияма лаборатории, потому что не совсем про математику, а скорее про машинное обучение или, в лучшем случае, про статистику. Собственно, поэтому он связан с индустриальным семинаром, потому что чаще всего на индустриальном семинаре у нас такие доклады, которые были прикладными характерами. Вот. Собственно, здесь действительно будет довольно мало как бы математики, не будет ни одного слова теорема, будет довольно мало формулы, много красивых картинок. Вот. Собственно, то, что я хочу здесь сделать, это попытаться людей заинтересовать этой темой, рассказать, что она вот такая вот, она существует, она интересная, и она находится на стыке математики и каких-то очень прикладных, полезных вещей. Вот. И, соответственно, может быть, кто-то другой тоже заинтересуется, и потом сможет все математические детальки довольно легко самостоятельно освоить. Вот. Ну, собственно, да, я закончу предисловие тем, что, честно говоря, я могу задержаться. То есть, я так понимаю, что формат у нас обычно час. Может оказаться так, особенно если мы будем, если вы будете задавать вопросы, что мы задержимся. Если прям совсем нужно будет закончить, то, в принципе, вторая половина презентации такая, что там практически в любой момент можно взять и закончить. Вот. Но, может быть, просто кто-то уйдет, если нужно будет, а кто может, останется подольше. Вот. Вот. И самое последнее, собственно, я очень люблю, когда задают вопросы. Задавайте вопросы по любому поводу. И, в общем, если вы чего, чего-то не понимаете, то это я виноват, а не вы. Так что не стесняйтесь. Давайте начнем. Структура презентации, да. О чем я буду рассказывать? Собственно, начнем мы с некоторого введения. Это не то, что было, это еще будет. Вот. Дальше раздел 2. Это Боясовский вывод. Вот эти самые гауссовские процессы в машинном обучении используются внутри, грубо говоря, фреймворка, который называется Боясовский вывод. Вот. И так как это что-то не широко известное среди чистых математиков, я решил про это рассказать. Тем более, что это очень интересная тема. Вот. Ну, совсем чуть-чуть. Собственно, третий раздел — это самый простой пример этого самого Боясовского вывода, как приложить вот этот вот фреймворк для того, чтобы определить, определить, насколько монетка нечестная по броскам этой монетки. Вот. И далее раздел 4. Боясовский вывод. Гауссовские процессы. Это, собственно, основная техническая часть этой презентации. Там вместо монетки будут функции, и возникнут как раз те самые гауссовские процессы. Вот. Дальше после четвертой части есть 5, 6 и 7 раздела. Они посвящены приложениям, прям совсем приложениям к народному хозяйству. Например, к моделированию нефтяных месторождений, к оптимизации каких-то функций, к управлению и созданию дешевых роботов. Вот. Ну и последнее это заключение, где я, собственно, скажу пару слов о месте этих моделей в науке машинного обучения, да, в каких случаях они используются, и о том, какие задачи там есть, и какие дополнительные темы существуют в этой науке. Вот. Вот как-то так. Вячеслав, иногда слушатели просят, и иногда это бывает удобно, если вы пошлете сразу ваши слайды, ну вот тут в чате, нам как файл, тогда, если кто-то захочет посмотреть более ранний слайд, ему не надо будет вас в лишний раз беспокоить. Если вы не возражаете против этого... Нет, я не возражаю. Сейчас. Вот в чате можно просто послать. Сейчас посмотрите. Так, вот чат. У меня отмор. Там есть файл. Файл. Загружается. Успех. Я думаю, заработало, да, спасибо. Да, отлично. Так. Итак, введение. Собственно, первый слайд. Гауссовские процессы, много миров. Что я хочу тут сказать, что вот эта сама тема, она изучается большим количеством комьюнити под очень разным соусом. Вот. Есть то, что я назвал здесь теоретическим миром, и я наверху привел просто заголовок одной статьи из этого мира, выбранной не случайно, потому что это статья замечательной Юлии Петровой, которая нас как раз сейчас слушает, чтобы вы оценили, и если вам будет интересно, какие-то более теоретические аспекты, связанные с этими гауссовскими процессами, могли, например, прийти к Юле. Вот. Естественно, есть, например, Михаил Анатольевич Лившиц, к которому, конечно, тоже, наверное, можно прийти по поводу всяких теоретических умных вопросов. Вот. И есть прикладной мир, который очень многогранный. Теоретически, наверное, тоже. Я просто не так хорошо его знаю. И здесь я нескромно привел вот нашу статью, про которую я, на самом деле, сегодня не буду говорить, просто для возможности сравнить слова в заголовках. То есть, ну вот, прямо отсюда видно, какие разные вещи люди изучают. С одной стороны, люди изучают какие-то асимптотики, какие-то конечномерные, я не знаю, эти размущения. С другой стороны, первое слово, да, в прикладной статье — это efficiently. То есть, речь идет о создании каких-то алгоритмов. Вот. Причем этот прикладной мир, он многогранный в том смысле, что вот есть комьюнити машинного обучения, который публикуется на конференциях по машинному обучению, и все такое. Есть при этом, например, комьюнити геостатистиков, которые еще за 50 лет до того, как в машинном обучении стали рассматривать эти модели. Их тоже рассматривали, и далеко в них продвинулись, и у них свой взгляд на это все. Есть еще какие-то, насколько мне известно, астрофизики, которые тоже эту тему используют. Ну, в общем, очень много разных взглядов, и темы очень часто развиваются параллельно, результаты часто дублируются в разных комьюнити. Вот. Да, первое — много миров. Второе — гауссовские процессы в ML — одно из приложений. Собственно, этим слайдом я хочу доказать, что это полезная штука, действительно полезная. И вот, по-моему, просто замечательное доказательство — это то, что алгоритм баесовской оптимизации — это вот некоторый алгоритм, который очень сильно завязан именно на гауссовские процессы, предназначенный для оптимизации сложно вычислимых функций, он был использован для того, чтобы настроить гиперпараметры того самого алгоритма, который победил человека в игру ГО. То есть победить человека в игру ГО было сложно. Там было очень много разных моделей, нейронной сети, и всякие Монте-Карло-тресерчи, и прочие такие вещи. Но вот среди этих моделей были и гауссовские процессы. Они сыграли немаловажную роль. Это было не так давно. И вот результат налицо. Про алгоритм баесовской оптимизации я как раз буду говорить немного в конце в разделе приложения к оптимизации. Вот. Так. Ну, на этом все с введением. Теперь, когда мы знаем, что гауссовские процессы по-разному рассматриваются разными людьми, и что это действительно может быть полезно в народном хозяйстве, давайте пытаемся разобраться с тем, что это значит, что вообще это за модели, для чего они используются. Вот. И зайдем мы издалека. Баесовский вывод, да, это общий раздел, а слайд называется теорема Баеса. Вот. Если... Я сначала хочу эту теорему Баеса проговорить, потому что, ну, это такой закон жанра в некотором смысле. Если используются какие-то баесовские модели, то на третьем слайде должна быть теорема Баеса. Вот. Это не третий слайд, но все же. Что такое теорема Баеса? Это некоторый агрегат, на самом деле, очень простая с точки зрения математики штука, которая, если у нас есть две случайные величины θ и d, она по априорному распределению на величину θ сопоставляет и данным d вот этим вот сопоставляет апостериорное распределение на величину θ. Вот. Собственно, вот по этой самой формуле, то есть апостериорное распределение — это априорное распределение, домноженное на то, что называется функция правдоподобия. И поделенное на что-то неважное, что он просто является нормализующей константой, чтобы слева функция была действительно распределением. Вот. Как себе надо это представлять, что вот функция θ, случайная величина θ, это мог быть параметры какой-то модели. То есть, например, параметр честности монетки. А случайная величина d — это может быть набор бросков этой монетки. И по априорному распределению, какому-то априорному нашему взгляду на честность этой монетки, мы под действием данных, которые пронаблюдали в ходе бросков, можем обновить распределение и получить априорное распределение. Вот. Если прям сразу не совсем понятно, ничего страшного, мы еще несколько раз к этому вернемся. Вот. Наиболее распространенная в СССР статистики запись этой формулы, она вот такая. И я ее собственно показываю исключительно для того, чтобы предостеречь заинтересовавшегося читателя, который станет сам смотреть статьи по теме, вот о таких обозначениях. Потому что классика жанра в том, что это ptta и вот это pad — это не одна и та же функция, вычисленная в двух разных точках, а это две разные функции. Функции — это, например, плотность распределения случайной величины θ, а это плотность распределения случайной величины d, вычисленная непонятно где. Вот, в общем, люди так обозначают. Когда аргумент функции на самом деле означает, изменение наименования аргумента означает, что изменяется сама функция. Вот. Модель здесь определяется выбором априорного распределения и вот этого самого правдоподобия. априорное распределение и правдоподобие. Или вот здесь априорное распределение и правдоподобие. То есть, в том самом примере монетки, который я упоминал, у нас есть параметр — это честность монетки. Мы априори можем предполагать, что она, например, сильно честная, и поэтому априорное распределение будет концентрировано рядом со значением 0,5. Вероятность выпасть Орлу равна 0,5. А правдоподобие — это, собственно, некоторая связка, которая говорит о том, насколько правдоподобны при таком фиксированном значении параметра эксперименты, которые мы наблюдаем. И то, и другое на практике выбирается человеком, и это составляет статистическую модель. Статистическую модель для того, чтобы перейти из априорного представления в апостериор. Собственно, теорема Байеса при данной модели, то есть вот этих двух штуках, позволяет вычислить по данным апостериорное распределение на параметры, то есть на тета. Всего один слайд был. Давайте теперь на примере монетки, той самой, которую я уже упоминал. Более подробно рассмотрим, как это работает. Байесовский вывод для монетки. Какая тут теоретическая постановка? Во-первых, давайте нормально сформулируем задачу. Задача в том, что мы хотим оценить параметры какой-то нечестной монетки. Тут громко сказано параметры, на самом деле параметр один — это вероятность выпадения орла, вероятность выпадения орешки, это один минус вероятность выпадения орла. То есть мы приходим нечестно в какое-то казино, мы считаем, что нас пытаются там обмануть, и наблюдаем за тем, как кто-то другой играет в орлянку, пытаемся составить какое-то представление о том, насколько в этом казино обманывают. Собственно, более математическим языком, пусть у нас х — это случайная величина, моделирующая нашу нечестную монетку. Она принимает два значения. Значение единичка, соответствующая орлу, и ноль, соответствующая решке. Вероятность орла, вероятность того, что х равен единичке, — это p, соответственно, вероятность решки — это один минус p. Мы хотим оценить параметр p, вероятность выпадения орла. Дальше есть два подхода. frequentist approach и bayesian approach. Frequentist по-русски называется частотный, хотя, по-моему, это слово не очень часто используется, поэтому я по-английски все-таки написал. Это более или менее соответствует, вот это разделение на два подхода, более-менее соответствует тому, что существуют две разные статистики. одна статистика частотная, которой всех учили в университете, и другая статистика боецовская, которой, по крайней мере, у нас никогда не учат. Вот. И сейчас посмотрим, как они работают применительно к монетке. Собственно, в частотной статистике ответом для этой задачи будет конкретное число p с крышечкой. То есть, например, вероятность выпадения орла у этой монетки 0,8. Мы пронаблюдали 10 бросков и решили 0,8. Основной инструмент — это оценка максимального правдоподобия. Вот. Если вы не знаете, что это неважно, это способ по данным получать p с крышкой. Вот. Дополнительных никаких предположений здесь не делается. И вот здесь написана просто формула. Это конкретное воплощение оценки максимального правдоподобия в случае монетки. То, что под argmax здесь — это как раз функция правдоподобия. Вот это странное обозначение решеточка 1 — это количество выпавших орлов. Решеточка 0 — это количество выпавших решек. Вот. И, собственно, задача стоит в том, чтобы подобрать p с крышкой, которая максимизирует вот эту функцию правдоподобия. Теперь Боязовский подход. Тут все по-другому. И самое главное отличие в том, что ответом является не число, не 0,8, а некоторое распределение на этот параметр p. То есть p — это какая-то вероятность, так что это распределение с носителем на отрезке 0,1. Вот. Но у него, может быть, есть какое-то среднее, да, и можно считать, что это там наиболее как бы вероятное какое-то вероятное значение p. Или не среднее считать этим, а моду распределения, например. Вот. Но так или иначе, это распределение. Ответ недетерминистический, а стахастический. Инструмент — это теорема Байса, которую мы только что видели. И здесь есть дополнительное предположение, дополнительное требование к построению модели. Это то, что нам нужно задать априорное распределение. Это ρ от p. Может показаться, что это p от p. Это ρ от p. То есть, модель бы выглядела так. Изначально, допустим, мы вообще считаем, что мы ничего не знаем про эту монетку, поэтому мы полагаем, что ρ от p — это равномерное распределение на отрезке 0,1. Вот. Дальше мы запускаем машину теоремы Байса, которая принимает в себя еще последовательность нулей и единичек к соответствующим броскам. И выдает целую плотность распределения p с крышкой от p. Вот. Выдает она ее по вот такой формуле. Странный значок — это пропорционально. Как раз потому, что в теореме Байса у нас был какой-то знаменатель, который я называл нормирующей константой. И вот здесь я просто решил его не писать. Я написал пропорционально, я только числитель оставил. То есть, вот пеприорное распределение. И вот функция правдоподобия та же самая, которая здесь. Вот. Как-то так это выглядит теоретически. И давайте теперь посмотрим на пример. Собственно, как я говорил на прошлом слайде, давайте рассмотрим случай, когда мы изначально ничего не знаем про то, насколько монетка нечестна. То есть, пеприорное распределение у нас равномерное на отрезке 0.1. Вот. Пусть истинное значение p равно 0.5. То есть, монетка на самом деле честная. Мы за реальность доверяем казино. Сейчас будем кидать эту самую монетку и посмотрим, как будет, что нам будет говорить оценка максимального правдоподобия и какое будет апостриорное распределение. Кидаем в первый раз. Пронаблюдали единичку, то есть орла. Оценка максимального правдоподобия автоматически нам выдала, что p с крышкой равно единице. То есть, монетка абсолютно нечестная всегда выпадает на одну сторону. Теорема Байеса выдала этот график. Это тоже какая-то плотность распределения на отрезке 0.1. Вот. Она перекошена в сторону единицы. Единица более вероятна. Но при этом она оставляет возможность тому, чтобы p все-таки было и 1, и 2, и даже чему-то другому уравнялось. Она запомнила, что мы всего лишь один раз бросили монетку, и это еще ничего не значит. Кинули второй раз, снова орел. График стал выгибаться еще ближе к единице. Оценка максимального правдоподобия все еще говорит, что единица, что монетка абсолютно нечестная. Еще раз единичка. Вот теперь что-то интересное. Наконец-то мы увидели решку. График изменился. Оценка максимального правдоподобия тоже ушла в 0.75. Вот это интересное изменение с тем, что раньше максимум был здесь, а теперь максимум здесь, связано с тем, что на самом деле для равномерного распределения в качестве априорного оценка максимального правдоподобия это в точности argmax вот этой плотности, которую мы здесь видим. Вот теперь максимум 0.75. До этого была единица, поэтому кривая по-другому выглядела. Вот. Ну, если дальше продолжить подкидывать монетку, то это будет выглядеть как-то так. То есть вот после 300 бросков мы, во-первых, стали концентрироваться вокруг точки 0.5, а во-вторых, вот эта кривая, она стала очень узкой и высокой. То есть это означает, что апостерерное распределение, оно сильно уверено в том, что монетка довольно честная. Ценка максимального правдоподобия к этому моменту сошлась и показывает 0.5. Естественно, там есть ошибка в каких-то старших знаках, вот, но, по крайней мере, в первом знаке, по-моему, там ошибки уже не было. Ну, в смысле 0.5.0. Извините, а тут у вас вот нарисованы именно все 300, или это немного условная картинка? Тут нарисовано все 300. Просто мне как-то немного странно, что вот видно справа вот эту вот часть, где они такие еще выгибающиеся, вот как на четвертом, да? Потом видно какой-то кластер, ну, так кажется, что видно какой-то кластер уже немножко более яркий, ближе к этой вашей вертикальной. Ну, в общем, короче говоря, вопрос мой, почему графики не двигаются равномерно? То есть не двигаются равномерно, а так ощущение, что есть несколько кластеров. Ну, это хороший вопрос. На самом деле, ну, смотрите, если играть в настольную игру и кидать кубик или даже пару кубиков, то обычно за типичную настольную игру распределение, которое на этих кубиках можно оценить по проведенным там парить тройки, десятки бросков, оно будет очень сильно отличаться от теоретического. И, собственно, это такая штука, что как бы случайность, она все-таки случайная, и поэтому тут вот происходит такие вещи, у нас не такие большие значения, что все должно выглядеть как-то детерминистично и понятно. То есть запустил бы по-другому, были бы другие кластеры. Как-то так. Понятно. Я еще хочу на этом слайде чуть-чуть посидеть и сказать, что в итоге я хочу обратить внимание на то, что происходило в самом начале больше, когда у нас было совсем мало данных, и проакцентировать внимание на том, что два подхода отличались в первую очередь тем, что оценка максимального правдоподобия, она уверенно говорила что-то несуразное в самом начале, просто монетка абсолютно нечестная, и все. Естественно, да, в частотной статистике есть инструменты, которые позволяют как-то характеризовать качество оценки, тоже и все такое. Но, тем не менее, вот, Боясовский вывод, он, вот эту вот неопределенность, связанную с небольшим количеством бросков, он себя автоматически включает, и, собственно, мы здесь видим, как, кроме того, что центр распределения двигается к 0,5, само распределение становится более и более узким, соответственно, показывая больше и больше уверенность с большим количеством бросков. Вот. Итог, если подвести, то, во-первых, еще раз про теорему Байеса. Теорема Байеса — это такая машина, которая на вход получает функцию правдоподобия и априорное распределение, вот, а также какие-то данные. Функция правдоподобия и априорное распределение — это модель, вот, для того, чтобы обработать эти данные. И на выходе она дает и пастриорное распределение. Вот. Важнейшим преимуществом этого Байесовского подхода является как бы встроенная в него в обязательном порядке оценка неопределенности, то есть «меньше чуши с уверенным лицом», я здесь написал, что является очень большой, на самом деле, таким краеугольным камнем, например, в машинном обучении, когда мы строим довольно сложные модели, которые могут сложные феномены предсказывать, но при этом они совершенно не контролируют тот момент, когда перестают сами понимать, что они предсказывают. И поэтому куча современных моделей невозможно использовать во всяких приложениях типа «Медицина» и так далее, где нам необходима некоторая уверенность в наших результатах. Да, ну, может быть, я остановлюсь сейчас, вдруг какие-то вопросы появились. Да, есть вопрос. Слышишь меня, да? Да. Вот правильно я понимаю, что мы при каждом появлении, ну, при каждом новом броске применяем вот эту формулу каждый раз к предыдущему распределению, которое у нас было на предыдущем шаге. Итеративно. Да. Окей. Можно об этом думать так, либо можно об этом думать так, что у нас функция «Правдоподобие», она сразу же оценивает «Правдоподобие» целой последовательности бросков на «Мед». Это одно и то же. Может быть, еще? Да, еще вопрос. Вячеслав, тогда получается, что мы вот априорное распределение выбрали равномерным, а пастериорное получается вырожденным, что ли? Нет, почему сейчас? Ой, блин, у меня стрелочка не в ту сторону крутит. Это как-то обидно. Я показал то, что еще не пора было показывать. Ну, почему вырождено? Видите, оно стремится в некотором смысле, то есть оно сходится по распределению к дельта функции в точке 0,5. Но на каждом как бы конечном шаге оно вполне себе абсолютно прерывное распределение на отрезке 0,1. Ну, в чистом виде закон больших чисел. Это очень близко к закону больших чисел, особенно когда априорное распределение равномерное. На самом деле, ну, в общем, да, в боецовской науке такие вещи, то есть есть своя куча теоремы сходимости, в частности, там центральное место занимает то, что называется теорема Бенштейна и Вон Мизиса, которая, скорее, не закон больших чисел, аналог центральной предельной теоремы, что мы тоже будем к всему гауссовскому сходиться, не важно, какое априорное распределение. Понятно, спасибо. Так, ну, давайте продолжим. Боецовский вывод для гауссовских процессов. Вот, пришли к этому. Сначала слайд с сутью. Боецовский вывод для ГП, суть. Мы сначала вот этот слайд с сутью пройдем, потом будут вот эти иллюстрации, которые я уже успел случайно показать, и дальше чуть-чуть подробнее разберем, что происходит. гауссовский процесс это распределение на функциях. Я тут немного грубо буду говорить, чтобы просто не завязнуть в строгой математике, это может иначе надолго быть. Гауссовский процесс это некоторое распределение на функциях, и это значит, что в рамках этого Боецовского фреймворка мы можем рассмотреть модель, где у нас есть априорное распределение на функциях. Это гауссовский процесс какой-то. Как-то задано правдоподобие, у меня здесь написано, что правдоподобие задается нормальным распределением. Не так важно, что это значит, это просто такой технический момент, который позволяет сделать вычисления более простыми. Итак, у нас есть априорное распределение на функциях, у нас есть какое-то правдоподобие, и данные у нас имеют вид значения функции в каких-то точках, возможно, измеренные с каким-то шумом. Вот, то есть априори мы будем предполагать что-то, а апостриори ожидаем, чтобы все функции в нашем тоже распределении на функции проходили через точки, которые мы, через данные, которые мы пронаблюдали. Вот, соответственно, результатом будет пастриорное распределение на функциях, которое будет тоже гауссовским процессом, но другим. То, что он будет именно гауссовским процессом, снова это нетривиально, ну, то есть это надо доказывать. Это несложно, но это надо доказывать. Так чудесным образом получается. Вот. Иллюстрация. Вот, что здесь происходит, это сэмплы из нашего распределения на функции. То есть я взял какой-то гауссовский процесс и построил функции, которые я как бы засэмплил из него, как случайная величина. Из нее можно получать сэмплы числа, и случайной величины на функциях можно получать сэмплы функции. Вот здесь они нарисованы. То есть это траектории? Траектории, да-да-да-да. Это другой в некотором смысле синоним. В смысле теории гауссовских процессов это более правильный термин. Но по-английски используется только слово стэмпл. Вот. Я добавил еще больше этих траекторий. И теперь пусть у нас появились вот такие вот данные то есть фактически что здесь? Это значит, что в точке вот x такой-то у нас y такой-то. Точки x такой-то y такой-то. Точки x такой-то y такой-то. Вот такие вот данные нам поступили, и мы хотим обновить наше распределение на функциях, перейти к пастериорному. Это будет выглядеть как-то так. Из всего этого гигантского ансамбля траекторий мы так на интуитивном уровне оставляем те, которые проходят вблизи данных, которые у нас поступили. Вот. И в общем-то это и есть то есть интуитивно очень просто понимать процесс боецовского вывода для гауссовских процессов, потому что сначала у нас есть что-то такое вот хаотическое совсем, а потом мы заставляем это что-то хаотическое быть все равно довольно хаотическим, но при этом проходить через данные, которые мы пронаблюдали. Вот. Еще это рисуют таким образом. Вот здесь жирная кривая синяя это средняя, то есть так как это распределение на функциях, у него есть некоторая как бы средняя функция, вот она задается этим синеньким, и оранжевая здесь это плюс-минус удвоенная дисперсия, вот, то есть в каждой точке мы можем охарактеризовать насколько далеко здесь будут наши кривые, наши сэмплы болтаться. Рядом с данными они, понятно, мало болтаются, далеко от данных они больше болтаются. Вот. Теперь чуть-чуть подробнее Бойесовский вывод для гауссовских процессов, что такое гауссовские процессы. Вот. Опять же, я здесь не буду прямо строгого распределения приводить, но мы по аналогии пойдем. У нас есть гауссовское распределение обычное, это распределение на R, вот, оно обозначается как N μ σ2 и определяется двумя числами средним μ и дисперсией σ2. Вот. Есть у нас многомерное гауссовское распределение, это распределение на RD, то есть это векторнозначная какая-то случайная величина будет обладать таким распределением. оно обозначается N μ σ и определяется вектором средних μ и матрицей к вариации σ. Вот. И, наконец, гауссовский процесс это распределение на функциях из какого-то непонятного х, это может быть произвольное множество, в R, оно обозначается как gp m k и определяется на этот раз функцией m из x vr средним, которая называется функцией среднего или просто средняя. Вот. И второй функции k из x на x vr, которая называется к вариацией. То есть это прямая аналогия с многомерным нормальным распределением, где если вы x возьмете как дискретное множество, то функции из дискретного множества, vr будет как раз вектором, функции из квадрата дискретного множества, vr будет как раз матрицей. Вот. Я сразу хочу оговориться, что более правильно это называть гауссовским полем, но вот в науке, о которой я говорю, таких слов не используют и все называют процессами. Вот. Просто терминологический вопрос. Гауссовский процесс — это одно из многих распределений на функциях, которые еще распределения на функциях называются случайными процессами. Вот. Которая выделяется, сейчас секунду, которая выделяется простотой вычислений. Вот. Поэтому нас она больше всего интересует. Да, какой-то вопрос? А вот это множество x, оно обычно является временем или обычно является пространством? или тем и другим. то есть, по-хорошему, в математической терминологии, когда x — это какое-то подмножество r, то это называется временем, а все называется процессом, а когда x — это подмножество какого-то rd, это называется пространством, а все называется случайным полем. вот. Но здесь мы оставляем возможность, что x даже какое-то конечное множество или, в общем, что угодно, и просто все это обзываем процессом. Вот. Так. Теперь баясовский вывод для гауссовских процессов. Баясовский вывод для ГП — это некоторая машина, которая по оприворному распределению на функции вида вот гауссовский процесс с зафиксированной функцией m с зафиксированной функцией k. И значением y1 и так далее yn моделируемые функции в точках x1 и так далее xn измеренным с точностью дошума с дисперсией σ2 дает опостериорное распределение на функции, которые имеют такой же вид gp mk только здесь m с крышкой и k с крышкой. Так, сейчас еще раз. У нас есть оприорное распределение, это какой-то гауссовский процесс, и мы знаем его среднее функцию m и ковариацию функции k. Дальше вот эти y и x это как раз те самые черные точки, то есть x-овая координата черных точек, которые мы видели на картинке, это x, и y-овая координата это y. Вот. Дальше измерения даны с точностью до шума, это соответствует тому, насколько мы хотим, чтобы сэмплы из нашего опостериорного процесса идеально проходили через точки x-y. И чем больше σ, тем менее близко они будут проходить к данным. Чем меньше σ, тем более точно они будут повторять x-y. На практике это обычно соответствует именно шуму измерений. То есть мы предполагаем, что нам просто y-ки даны не настоящие, а снабженные некоторым шумом. Вот. Да, и опостериорный процесс, он гауссовский, опять же, это теорема, но я ее не доказываю. И все гауссовские процессы, они определяются своими функциями m и k, поэтому он тоже имеет вид gp, m и k. Вот. И с практической точки зрения, что нам нужно делать здесь, это по функциям этим как-то пересчитать их и получить функции этим. И вот это происходит за конечное время с совершенно конкретным и довольно простым формулам, которые здесь внизу приведены. цель этих формул не в том, чтобы вы идеально всмотрелись в то, что там происходит и поняли суть происходящего именно с математической точки зрения, в том, что это что-то, что можно считать действительно. Вот если взять вторую формулу, то здесь произведение вектора на матрицу на другой вектор. То есть мы берем билинейную формулу с вот такой матрицей и применяем ее к двум векторам. И это разница между функцией k с крышкой и функцией k изначально. Правая часть вполне себе считается на компьютере. Вот. Ну вот как-то так. То есть если мы хотим осуществить баясовский вывод для ГП, мы придумали функции m и k априорные, запустили машину и по этим формулам получили функции m и k априорные. Честные слова. А пока что мы на класс функций вообще никаких ограничений не наложили, да? Что если я хочу хорошей гладкости функции, например, или что-то такое? Хорошо. Такие вопросы как раз регулируются априорным распределением. То есть вот то, что здесь нарисовано, например, это какой-то гауссовский процесс с бесконечно гладкими вообще, с сэмплами, с бесконечно гладкими траекториями. гауссовских процессов много. Они параметризованы функциями m и k, но функций m и k много. И если, например, функция k сколько-то раз дифференцируема, то это переносится с некоторыми оговорками, но это переносится на траектории. Вот. И поэтому мы этот механизм можем использовать при задании априорного распределения. Если мы хотим работать в классе 10 раз дифференцируемых функций, мы придумаем такую априорную k, которая там только 10 раз дифференцируема, и у нас сэмплы будут только 10 раз дифференцируемы. Или мы хотим какую-нибудь совсем недифференцируемую ковариацию, чтобы у нас сэмплы, они были прямо совсем другого характера. Ну, например, бронусское движение, если это что-то, если это кому что-то говорит, то оно, конечно, выглядит совсем не так гладко, как вот то, что здесь нарисовано. Априорные процессы бывают разными, и наш выбор всегда, какое априорное распределение зафиксировать. Шурик, я ответил? Да, я понял, да, спасибо. Боясовский вывод для ГП. Итоговый алгоритм, пусть мне принесли вот эти самые данные, как получить по данным x1, y1, xn, yn, разумную стахотическую модель, их интерполирующую на основе вот этого самого Боясовского вывода с гауссовскими процессами. Как это делается? Первый шаг. Взять с неба априорное среднее m и параметрическое семейство катета априорных ковариационных функций. То есть априорное среднее чаще всего берется вообще равным нулю или проводится какой-то предварительный анализ данных и какая-нибудь константа выбирается в качестве априорного среднего. вот мы могли бы взять с неба и ковариационную функцию но обычно это все-таки довольно важная часть модели поэтому мы фиксируем с неба только параметрическое семейство и вот этот параметр как раз на следующем шаге мы подбираем то есть по данным которые мы пронаблюдали выбрать оптимальное значение параметров тета и шума сигма квадрат я не буду вдаваться в подробности того как это делается но на самом деле это тот самый метод максимального правдоподобия с критики которого мы начали вот он позволяет подобрать из какого-то семейства ковариационных функций наиболее подходящую и из различных вариантов шума тоже наиболее подходящий шум вот это в итоге сводится к какой-то градиентной оптимизации обычно и тоже на компьютере вполне себе считается вот третий шаг теперь у нас есть конкретная приорная M конкретная приорная катета потому что мы выбрали тета и конкретный шум и мы можем сделать боецовский вывод с M и катета по данным с шумом сигма квадрат и в результате получить апостриорное M с волной и К с волной вот и последний шаг это чего-то с помощью этого получить наконец что можем получить во-первых мы можем использовать вот нормальное распределение со средним M с волной от U и дисперсией К с волной U как некий стахастический прогноз в точке U то есть взяли другую точку не данные и мы хотим это наша модель да как-то интерполировать наши данные или экстраполировать их вот то что мы можем использовать теперь это взять как бы значение апостриорного процесса в этой точке но значение это не что-то детерминистическое а это что-то стахастическое поэтому это целое нормальное распределение вот и второе что мы можем захотеть это мы можем использовать это сэмпла апостриорного процесса как ансамбль каких-то возможных детерминистических моделей которые все соответствуют данным которые мы наблюдали вот оба оба подхода распространены вот и сейчас да еще раз чтобы мы могли увидеть вот это сэмпла из апостриорного процесса больше сэмплов из апостриорного процесса появились наши x и y остались только траектории ну теперь нарисованы траектории апостриорного процесса если посмотреть например на зеленую видно что она не проходит прямо совсем через точку через черную точку соответствует тому что шум здесь совсем не нулевой и траектории все-таки могут в точке где у нас было измерение чуть-чуть отходить от них вот и соответственно вот эти разноцветные кривые которые у нас есть это те самые сэмплы из апостриорного распределения то есть ансамбль детерминистических моделей которые мы можем использовать а с другой стороны вот эта вот кривая среднего и оранжевая закрашенная область она как раз визуализирует подход с использованием нормального распределения с каким-то средним и какой-то дисперсией вот здесь для каждой точки для каждого икса визуализировано распределение фактически вот ну да основная техническая часть закончена ура в общем-то это основная суть такая достаточно простая интуитивная я надеюсь моделирование каких-то данных с использованием гауссовских процессов может быть еще какие-то вопросы а что на остальных 18 слайдах приложение к народному хозяйству ладно я понял что это вопрос намек что надо продолжать так итак первое приложение моделирование нефтяных месторождений оно первое потому что оно самым непосредственным образом использует техническую модель которую я сейчас рассказал тут есть две красивые картинки итак да геостатистическое моделирование это то как это все называется задача ставится так интерполировать данные со скважин в межскважинное пространство вот мы сейчас посмотрим внимательно на картинку но я перед этим даже скажу что данных очень мало поэтому детерминистический прогноз какой-то или детерминистическая интерполяция это плохо а стахастическая интерполяция это хорошо вот просто данных недостаточно чтобы с уверенностью сказать что там посередине поэтому нужно как-то учитывать неопределенность и гауссовские процессы в этом помогают то что здесь нарисовано на картинке это вот схема нефтяного пласта на верху вот синим цветом нарисована поверхность которая называется кровля пласта снизу зелененьким поверхность которая называется подошва пласта вот и нефтяников интересует собственно пласт который находится между этими двумя поверхностями кусок земли под землей который находится между этими двумя поверхностями вот нефтяники умеют быть скважины и вот разноцветные линии которые здесь нарисованы это как раз скважина которая забурена в этот пласт может создаться впечатление что данных не так-то мало но это впечатление должно уйти когда я скажу что вот сторона этого прямоугольника да грубо говоря в этой поверхности прямоугольник это ну три километра например а скважин у нас порядка сотни то есть у нас есть объем земли размера ну в лучшем случае километр на километр на сто метров глубины еще и у нас есть всего там сто точек не сто точек но сто как бы отрезочков данных вот собственно да из-за этой скудности данных для того чтобы их интерполировать используются гауссусские процессы то есть просто задается какая-то считается что это все лежит внутри R3 задается какая-то ковариационная функция на R3 и строится обостреорный процесс по данным со скважин со скважин и дальше нефтяники используют вот как раз ансамбль детерминистических моделей это выглядит например так то есть один из вариантов интерполяции и может быть еще тысяча да ну тысяча это много может быть еще 10 допустим и они все будут разные потому что ну вот вот здесь вот например кусок где нет скважин откуда мы знаем что здесь происходит вот ну вот как-то так это выглядит такие красивые картинки получаются как раз с помощью гауссовского моделирования нефтяники это делают уже лет 50 сейчас можно про предыдущее то есть то что получается неполная чушь это ковариационные функции регулируешь здесь ну в смысле ты выбираешь какую-то очень хорошую ковариационную функцию чтобы она ну какие-то разумные вещи выдавала или просто как-то проинтерполирует и хорошо классический подход в том что сидит геолог и он выбирает ковариационную функцию то есть это такая забавная штука геолога учат у себя на геологическом факультете как выбирать ковариационные функции это настолько встроено в их науку вот что в общем-то у него есть некоторое какое-то интуитивное на уровне руки помнят представление как это по данным делать вот и еще а в итоге как-нибудь кто-нибудь проверил когда-нибудь что эти предсказания они ну правдоподобны это же все происходит где-то там куча километров в глубину да как мы можем проверять результаты в таких случаях основной подход это просто кросс-валидация то есть естественно новую скважину никто забуривать никогда не будет это безумно дорогая процедура ну Шурик это прекрасно наверное понимает вот но можно притвориться как будто мы не знаем части скважин и сделать моделирование обусловившись построив апостерерный процесс только по подмножеству данных вот и посмотреть насколько качественное предсказание в тех данных которые мы выкинули ну и вот на таких примерах это все конечно проверяют и ну какой-то результат получается то есть правильный ответ здесь в том что в местах где скважин действительно нет мы предсказываем плохо потому что там нельзя предсказать хорошо вот что-то в таком случае Слава я перебью немножко мне казалось что эти все вещи частично используются в центре который называется центр сопровождения бурения что коллеги значит иногда бурят новые скважины и иногда они бурят горизонтальные новые скважины то есть они не сверху вниз как вот у Славы нарисовано а внутри пласта ну вот параллельно земле им надо бурить в тех кусках которых ну как это песчаник а не глина грубо говоря и собственно говоря качество вот этих моделей в этот момент частично и проверяется хорошо ли они при этом например да даже да ну да давайте не будем углубляться в нефтяную именно тематику потому что люди нас не одобрят мне кажется это вот перейдем дальше к следующему приложению оптимизация собственно это та самая боецовская оптимизация о которой я говорил в самом начале которая побеждает людей в год собственно какая здесь решается задача это задача минимизации какой-то сложной вычислимой то что называется black box function функция черный ящик это значит что мы ничего не знаем про внутреннее строение функции мы только умеем давать ей какой-то input и получать какой-то output какой-то выход из нее то есть мы например не умеем ее дифференцировать ничего такого мы не умеем делать эта функция например может в реальном мире выглядеть как позвать лаборанта Васю попросить его в лабораторной установке такие-то параметры настроить запустить настоящую физическую установку и через 3 дня сообщить результаты вот со структурой такой функции сложно разбираться поэтому просто считают что мы просто можем что-то давать на вход что-то получать на выход заодно этот пример хорош тем что эта функция сложно вычислимая потому что одно вычисление занимает 3 дня ну просто потому что эксперимент на этой экспериментальной установке занимает 3 дня вообще обычно сложно вычислимой ну по крайней мере Для Боясовской оптимизации считается что-то, что занимает от часов или десятков минут хотя бы вычисление одного значения функции. И вот для этих целей существует алгоритм, который называется Боясовская оптимизация. У него есть несколько вариантов, но самый распространенный основан на галсовских процессах. Именно этот вариант как раз использовался в тюнинге параметров альфа-го, программы, которая побеждала в ко. Я сейчас его буквально за один слайд расскажу, это очень простая идея. Пусть на шаге n, оптимизируя функция фи какая-то, которая действует из rd в r, у нас уже вычислена в точках x1 и так далее, xn. У нас вопрос, как выбрать xn плюс 1. Как выбрать xn плюс 1, чтобы как можно скорее прийти к такой последовательности вычислений к настоящему минимуму. Причем тут галсовские процессы? Давайте построим условный галсовский процесс, то есть апостриорный галсовский процесс f. По данным, x это x, а y это наше вычисление функции фи неизвестной. То есть стахартически интерполируем уже проведенное вычисление функции фи сложной. И дальше идея такая, давайте использовать эту стахартическую интерполяцию, чтобы принять решение о выборе следующей точки. Так как будто бы эта стахартическая интерполяция верна, так как будто бы наша искомая функция фи, которую мы не знаем во всех точках, это какая-то траектория из галсовского процесса апостриорного, который мы только что построили. Давайте упорядочим вот эти x так, чтобы значения фи убывали. Это просто я для удобства обозначения делаю. На самом деле я не предполагаю, что с каждым шагом мы улучшаемся. Это не так. Но так получилось, что самое лучшее значение это у нас фи от xn. И пусть у нас есть вот этот условный гауссовский процесс, апостриорный гауссовский процесс m. Два самых распространенных способа, как можно выбрать следующий xn плюс 1. Первый способ. Взять xn плюс 1 как что-то, что максимизирует вероятность того, что f от x будет меньше, чем текущий минимум. То есть так как у нас есть действительно вероятностная модель, мы эту вероятность действительно можем взять и посчитать, прямо даже на компьютере. И взять уже эту функцию, которую легко считать в каждой точке, оптимизировать ее, найти такой x, в котором эта вероятность максимальная. Вот некоторое правило, от которого можно выбирать следующую точку. Это называется Maximum Probability of Improvement. Это правило называется Maximum Probability of Improvement, потому что мы руководствуемся максимальной вероятностью того, что мы улучшим наш минимум. Другой вариант – это взять в качестве xn плюс 1 тоже значение x, максимизирующая, но другую функцию – это ожидаемое улучшение в точке x. То есть здесь берется минимум, и из него мы вычитаем f от x. Считаем от ожидания поверх этого. Это называется Expected Improvement. Это другой вариант, как можно выбирать следующий x. Таких вариантов на самом деле много, но и все они довольно логичны. С таким подходом мы получаем то, что называется автоматический Exploration Exploitation Trade-off. Что это значит? Exploration – это когда мы следующий xn плюс 1 вычисляем в каких-то местах, пространства RD, в которых мы просто еще не ввали, чтобы понять, а вдруг там функция себя совсем по-другому ведет. Exploitation – это когда мы используем уже наши знания для того, чтобы как можно лучше минимум найти, возможно, ближе к уже существующим вычислениям функции. И в таких оптимизационных задачах нужно как-то разменивать одно на другое. То есть иногда ходить подальше, иногда ходить поближе. Ну вот в этой модели это происходит автоматически, она будет сама решать, когда ходить подальше, когда ходить поближе на основе вот этих вот совершенно конкретных математических правил. Теперь пример. Давайте просто посмотрим, как это работает. Попробуем найти минимум функции Форестера. В общем, это просто функция, которая сдается этой формулой. Ничего здесь сложного нет. На ней просто тестируют часто алгоритмы оптимизации. И давайте выберем априорный кауссовский процесс, как F0. Вот здесь написано GP0, Matern52. 0 – это значит, что я выбрал априорное среднее, равное 0. А Matern52 – это просто конкретное параметрическое семейство ковариационных функций, очень часто используемое здесь. Можно на это не обращать внимания. Вот. И дальше… Сейчас, давайте я сначала, чтобы вы представляли, как это выглядит, а потом я медленнее пройдусь. Вот какие-то… Да, давайте теперь сначала. Что нарисовано на этом графике? Вот эта конструкция, черная линия и закрашенная градиентом интервал, это как раз визуализация нашего апостриорного гауссовского процесса. Черная линия – это средняя, апостриорная, а вот этот закрашенный интервал – это плюс-минус удвоенная дисперсия. Дальше красная кривая – это то, что называется acquisition function. Это правило выбора следующей точки, да. Вот это либо максимум probability of improvement, которое я показывал на прошлом слайде, либо expected improvement, либо что-то другое. Это тоже функция от этого x. И вот здесь показано ее значение. А вот эта красная… Эта красная вертикальная линия – это позиция максимума, это acquisition function, где мы решили вычислять следующую точку, то есть где мы взяли xn плюс 1. Ну и может быть с этого стоило начать. Красная точка – это уже вычисленные данные. Мы начали с того, что кинули… в совершенно случайном месте вычислили нашу функцию, поставили эту красную точку и построили условный процесс, апостриорный процесс. И дальше воспользовались нашим правилом выбора следующей точки. И оно указалось сюда. Взяли данные здесь и обновили модель. Получилось… То есть это уже другой апостриорный процесс, который уже видел две точки данных. Он теперь выглядит так, и наше правило выбора предписывает нам попытаться посмотреть что-то рядом с точкой самой первой. смотрели здесь. Ну и дальше происходит что-то похожее. Вот здесь видно, как можно было бы пытаться улучшать значение рядом с текущим минимумом, но при этом модель подсказывает, что в какой-то точке у нас очень большая дисперсия накопилась, и поэтому имеет смысл туда сходить и как бы схлопнуть этот пузырь, а вдруг там у функции что-то еще интересное происходит. Вот пузырь схлопнули, схлопываем пузырь, и вот в конце мы как раз приходим в режим уже совсем уточнения, и вот итоговый результат. Он выглядит так. То есть с одной стороны мы очень точно нашли наш минимум, а с другой стороны мы еще и аппроксимировали функцию целиком. Ну вот как-то так это выглядит. Естественно, не только для одномерных функций применяется байдесовская оптимизация. Может быть, какие-то вопросы тут? Да, у меня есть вопрос. Слав, привет! Привет! Вот ты говоришь, что мы начинаем с некоторой blackbox-функции, про которую мы ничего не знаем. Соответственно, чтобы запустить байдесовскую оптимизацию, нам нужно некоторое априорное распределение. Соответственно, если мы его зададим слишком широким, то, скорее всего, мы не очень быстро сойдемся к хорошему решению. Но предполагая, что мы о функции ничего не знаем, нам, скорее всего, придется взять это априорное представление. Распределение очень широким, да. Поэтому вопрос, есть ли какие-то бенчмарки, когда мы сравниваем эффективность байдесовской оптимизации в плане скорости всходимости и просто случайный поиск? Просто я встречал, что, например, в контексте каких-нибудь задач оптимизации гиперпараметров, скажем, для RL, часто получается, что случайный поиск ведет себя сравнительно так же, как байдесовская оптимизация. Это проблема всех алгоритмов оптимизации, что можно всегда подобрать случаи, и их очень много, и это, наверное, большинство случаев будет, где они будут вести себя как случайный поиск. Особенно если речь идет о blackbox-оптимизации. Отвечая на самый первый вопрос, который ты задал, обычно на практике делают так, что в самом начале функцию вычисляют, допустим, в пяти-десяти точках, и это используют, чтобы подобрать параметры семейства коваряционной функции и коваряционную функцию. То есть в этом плане выбирают это самое распределение, как ты говоришь, по данным. Не совсем с неба его берут, а подбирают. Есть еще подход, и на самом деле вот здесь на слайдах, скорее всего, именно он был, когда мы после каждой итерации, после каждой новой точки дополнительно меняем параметры из параметрического семейства коваряционной функции. То есть чем больше у нас данных, тем мы еще можем коваряционную функцию менять по ходу дела. Это на первый вопрос. А про бенчмарки. Да, конечно, они есть. Ну, есть, это предвзятая штука, есть стартап, который занимается тем, что для всего, для оптимизации чего угодно, используют бессовскую оптимизацию. У них есть пакет, называется C-Gopt, и статья, в которой они делают бенчмарки своего пакета на кучу разных функциях, и показывают, что он во всем лучше. Естественно, у каждого другого метода будут бенчмарки, в которых они показывают, что этот метод лучше. На самом деле для каждой задачи бывает по-разному, и самое лучшее может быть подтверждение практической полезности этой штуки. Это вот та самая первая статья, которую я упоминал, что она действительно помогла победить человека в ГО. А какие-то оценки на сходимость есть? Ну, если мы скажем, что это не просто Black Box, а в каком-то хорошем классе живет, или даже если это известная функция, вот понятно что-нибудь? Да, они есть. Я не знаю ни об одной, которая практически полезна. То есть есть куча теоретических результатов, но как бы не слышал никогда, чтобы это на практике использовалось. А на практике мы что делаем тогда? Мы просто итерируем пока что? Когда мы остановимся в этой ситуации? Чаще всего это задача с фиксированным бюджетом. То есть у нас либо изначально задано количество вычислений функции, типа, например, мы Васю можем послать делать эксперимент только пять раз, потому что иначе Вася обижаться будет. Вот. Либо у нас может быть зафиксировано бремя общее, которое мы можем потратить в оптимизации, либо некоторая стоимость. То есть, например, Вася, который делает эксперименты, приходится платить, а у нас всего тысяча рублей. И завершение практически всегда происходит не на этапе, когда достигается сходимость в каком-то смысле, а на этапе, когда исчерпан бюджет. То есть, например, вот чаще всего эти штуки используются применительно к оптимизации параметров каких-то больших сложных моделей машинного обучения, тех же самых нейронных сетей. И там речь идет о том, что один запуск целевой функции — это задействовать там сотню видеокарт в дата-центре на полдня или на день. И у таких задач практически всегда постановка именно с фиксированным бюджетом, а не с работой до сходимости. Так, ну давайте. Последнее приложение — роботы. Управление роботами, мотивация. Классическая постановка задачи управления. Насколько я, по крайней мере, ее понимаю, она такая, что мы знаем физику и мы ищем какое-то оптимальное управление системой. Ну, например, рука робота действует в соответствии с правилами, с законами механики, которые люди уже сотни лет изучают. И давайте пытаемся этой рукой управлять в соответствии с этими законами. Современная постановка задачи управления, она такая, что мы не знаем физику, и мы пытаемся ее выучить и на ходу найти оптимальное управление. Вот. Это связано с тем, что машины, для которых достаточно первый подход, где мы знаем физику, они дорогие. Вот. Для дешевых машин мы не знаем физику, потому что даже если мы знаем физику какой-то идеальной модели, которую мы пытались воплотить, она реальная модель, очень сильно реальный робот, реальная машина, очень сильно отклоняется от идеальной. То есть, условно, вот эта рука робота каждый пятый раз при подаче сигнала согни палец внутрь, будет поворачивать палец налево и разгибать его. И это не предугадать. Это будет дефект у каждой модели, у каждой модели, сходящей со станка, свой собственный. Вот. И второе, у нас нет возможности в ручном режиме эту физику изучать, то есть строить подходящую модель, так как это снова сильно повышает цену. То есть, мы могли бы взять машину, которая работает кое-как, сесть, подумать, понять, что такое кое-как, и все равно вложить физику в мозг этой модели. И проблема с этим в том, что это просто также очень сильно приводит к удорожанию. Вот. Поэтому... Синь, а вы не могли бы пояснить, вот то, что вы говорите, что реальный, так сказать, продукт, машина, она не идеальна, это, ну, следствие именно каких-то непредсказуемых ошибок в процессе производства? Или это все-таки следствие того, что, ну, никто и не пытается ее так с самого начала как бы построить, чтобы она была идеальна? Ну, сейчас, как это сказать? Насколько я понимаю, ситуация такая, что мы можем строить достаточно близкие к идеальным машины, и так происходит в современном мире, то есть, я не знаю, роботы, которые собирают на конвейерах машины марки Тесла, например, они вот производятся, и люди стараются очень сильно, чтобы они соответствовали какой-то физической модели. Вот. Но чтобы построить какой-то производственный процесс, который их делают эти вот роботы-сборщики машин, настолько качественно, нужно очень много ресурсов. то есть, наша цель, чтобы роботы, я не знаю, проникли во все аспекты нашей жизни и начали приносить нам кофе, чтобы школьник в седьмом классе мог собрать из пары железяк робота, загрузить ему какую-то программу в голову, и несмотря на то, что он отвратительно был бы собран, он бы все равно приносил кофе. Вот. Как бы сейчас это закладывается в процесс разработки, что никто и не пытается в принципе разработать идеально. Нет, пытаются, просто это разные люди. Одни люди просто производят роботы, которые можно использовать прямо сейчас и продают их за кучу денег, а другие люди, и это происходит в основном в науке, в науке, пытаются придумать, как бы мы могли всю эту отрасль переделать так, чтобы кто угодно мог производить этих роботов и брать за них очень мало денег. Хорошо, спасибо. Что-то в таком духе. Вот. Причем тут гауссовские процессы. Вот еще почти уже 10 лет назад была опубликована такая статья, которая предлагала подход, пилку про баллистик инференс for learning control. Вот. Подход, который использует гауссовские процессы для изучения физики в ходе управления роботами. Кстати говоря, один из авторов довольно-таки знаменитый в этой области Расмусен, Карл Расмусен, который написал единственную и самую знаменитую книжку по теме. Вот. Что здесь происходит? Давайте представим, что модель системы можно представить, записать в таком виде. XT плюс 1 равно F от XT UT плюс W. Где XT это траектория системы, UT это какое-то управление, F моделирует физику, а W это какой-то случайный шум. Вот. Ну, естественно, здесь можно рассматривать варианты с непрерывным временем, тогда дифур будет. но давайте пока представим, что все вот так. И в духе той постановки, которую я озвучил на прошлом слайде, мы не знаем F на самом деле. То есть, что мы знаем, это то, что мы умеем. Это подавать на вход системы какие-то XT UT, ставить ее в какое-то состояние XT, подавать управление UT и смотреть, какой получается XT плюс 1. Вот. И F нам нужно учить и, используя этот выученный F, потом конструировать U на будущее. Вот. Собственно, представим, что F физика наша моделируется как-то детерминистично. Вот. Да, на прошлом шаге она, на прошлом слайде она зависела от двух аргументов и каждый из них был вектором. Здесь она от одного аргумента, который всего лишь число. Это просто абстрактная картинка. Вот. Если мы F какую-то моделируем детерминистично, и если у нас есть данные в виде вот этих самых крестиков, то, ну, мы могли бы, например, вот такую кривую провести через эти крестики. И прогноз точки 7, например, да, наша физика в точке 7 в некотором смысле была бы вот такой. А могли бы провести три другие кривые, которые не менее разумны в этой постановке. И прогнозы были бы совсем иные. Вот. Собственно, поэтому давайте моделировать F как гауссовский процесс. И тогда наш прогноз будет распределением и включать соответственно в себя вот эту вот меру неопределенности, связанную с тем, что в точке 7 мы на самом деле не предсказываем вот это значение ноль, среднее, а на самом деле мы просто говорим, что мы ничего не знаем про точку 7. Вот. Вот. Если использовать гауссовский процесс для того, чтобы моделировать это, появляется возможность учитывать неопределенность. На этом построена целая схема с выбором управления и всего такого, которое учитывает эту самую неопределенность, то есть, например, управление может решить не ходить в область, где высокая неопределенность, чтобы не случилось что-то непредвиденное. Вот. И, собственно, вот этот подход пилка все это включает, но чтобы это все нормально рассказать, нужен отдельный доклад. Поэтому я ограничиваюсь на том, что вот у нас была эта модель, можно было бы детерминистически моделировать F по данным, которые мы наблюдаем, а можно стахастически. И один из самых таких интересных и развитых способов стахастически моделировать F это моделировать ее с помощью гауссовского процесса. Вот. Ну вот, да, как-то так. И здоровская вещь здесь в том, что это действительно работает прямо на настоящих машинах. Сейчас я прокручу несколько слайдов вперед. Этот подход действительно авторы воплотили в железе во многих разных, на самом деле, вариантах. То есть, это маятник, который пытается попасть в такое устойчивое положение с вот этой вот штукой наверху. есть руки, которые берут и перемещают какие-то кубики и все такое. И у них была цель эту штуку научить делать то, что человек хочет, чтобы эта штука делала, при том, что она априори не знает своей физики. Вот. Во-первых, а во-вторых, сделать это за как можно меньшее время, как можно меньшее количество запусков. Вот. И, по крайней мере, на тот момент у них получилось, что вот техника, основанная на этих гауссовских процессах, за счет того, что она стахастику очень хорошо обрабатывает, она училась эффективнее всех. То есть, меньше всего запусков машины требовалось, чтобы она сама освоила свою физику и смогла дальше делать то, что мы хотим. Как-то так это выглядит. Вот. Но осталось заключение. Сейчас, может быть, еще какие-то вопросы. Ладно, давайте я быстро заключение пройду, и потом в конце, может быть, вопросы. Так, место гауссовских процессов в современном машинном обучении. Что это такое? Это state-of-the-art модели, то есть, модели, которые действительно люди используют как бы как первый вариант. если у нас есть какие-то маленькие датасеты, что называется small data, и если у нас задача, где нужна оценка неопределенности. По-английски называется uncertainty quantification. Это, на самом деле, очень родственные два пункта, потому что обычно, когда у вас маленький датасет, вы хотите оценку неопределенности. Если нет, то, возможно, у вас не очень правильная постановка. Вот. для больших данных и для всяких остальных вещей это тоже можно использовать, но там, я не знаю, те же самые нейронные сети доминируют абсолютно. Для практического применения здесь есть куча инструментов. Вот, например, библиотека на Python, которая называется GPY. Есть туториалы по ней, то есть, можно просто взять и начать программировать это все дело. Есть книжка, которая находится в свободном доступе прямо в интернете по-честному, без пиратства ее можно скачать. Rasmussen Williams Gaussian Processes for Machine Learning. И есть даже библиотека на основе TensorFlow, которая позволяет это все еще очень эффективно с использованием видеокарты. Есть еще куча разных библиотек, GPY Torch, там, все такое. В общем, инструментов хватает, хотя они не такого качества, как инструменты, которые люди используют с теми же самыми нейронными сетями. Найти в этих инструментах баг, в принципе, вполне себе жизненный сценарий. Еще современные методы и задачи на эту тему это ну, вот следующий, да, что если мы, например, хотим с помощью этих гауссовских процессов делать не регрессию, а классификацию. Вот. Ну, вот, такая проблема решается, если интересно, то можно погуглить по словам on Gaussian likelihoods. Вот. Есть всякие дополнительные приложения. Например, Gaussian Process Latent Variable Model это такая штука, которая позволяет понижать размерность с помощью гауссовских процессов. Вот. Там тоже очень красивые картинки возникают, но я уж не решил представлять. Да, бывает, что гауссовские процессы для больших данных используют. Там есть свой набор трюков, и ключевые слова здесь это Sparse Gaussian Processes. Бывают более сложные модели на основе гауссовских процессов. Например, глубокие гауссовские процессы по аналогии с глубокими нейронными сетями, сверточные гауссовские процессы по аналогии со сверточными нейронными сетями. И, например, последние позволяют работать с картинками. Вот. И есть куча теоретических вопросов, это может быть одно из самых интересных. Например, сходимость байесовских нейронных сетей к гауссовским процессам. Байесовские нейронные сети — это просто какая-то вероятность интерпретации нейронных сетей, вероятность вариантов нейронных сетей. И можно, например, доказывать, что в очень многих случаях они сходятся с гауссовским процессом, если увеличивать ширину слоя к бесконечности. И с помощью свойств гауссовских процессов исследовать свойства этих нейронных сетей. В общем, куча всего есть. Ну и на этом все. Большое спасибо за внимание. Я тут написал некоторое количество материалов по теме. По каждой ссылке есть очень красивые картинки или интерактивные примеры, поэтому можно потыкать. Вот. Да, спасибо тем, кто дал мне иллюстрации к этой презентации. Вот я здесь представляю ссылок на источники. Да, ну и вот наверху мой email, если вдруг вам захочется поговорить на эту тему, мне вероятно было бы интересно. Так, ну сейчас можно еще вопросы. Большое спасибо вам за внимание. Я был очень рад еще рассказать. Спасибо, Слава. Коллеги, есть ли еще вопросы? Действительно большое спасибо Вячеславу. Кажется, так много тем было затронуто. А у меня глупый вопрос есть. Вот ты когда какой-то процесс сберешь и смотришь окрестность какой-то функции фиксированной, какова вероятность, что процесс туда попадет? В смысле, ну да, то есть какова как-то мера окрестности, там, например, ну там, если окрестность по метрике, связанной там с нормой, типа максимум разности, какая вероятность, что процесс туда попадет в эту окрестность? если нам дана целая функция, ну это как раз должно быть связано с феноменом больших уклонений, малых уклонений и так далее, то есть это такая отдельная тема в теоретических гауссовских процессах, и это можно исследовать, но на самом деле функция, от которой разумнее всего считать вероятность отклонения, это средняя, и ну там можно доказывать всякие теоремы о том, что для большинства разумных случаев вероятность, с очень большой вероятностью функции будут лежать близко к среднему, то есть они как бы чем дальше от среднего, тем экспоненциально менее вероятно они будут там лежать, что-то в таком духе. Ну то есть это для почти всех выборов дисперсии верно, или там все-таки нужны какие-то серьезные ограничения? Там нужны существенные ограничения, которые, вот я так скажу, на практике, когда моделирование с этим делается, они практически всегда выполнены, но при этом скорее всего вот теоретики, они будут рассматривать те случаи, они будут считать случаи, которые используются на практике тривиальными и будут рассматривать как более интересные те, в которых вопрос выполняется это или нет. Не знаю, может, Михаил Анатольевич меня поправит, я тут не специалист. Если Михаил Анатольевич еще здесь. Я здесь, аморально не готов выступать немножко, но мне кажется, вопрос был поставлен действительно так абстрактно, что ни Слава, ни я, наверное, не сможем на него ответить, потому что каждый будет интерпретировать этот вопрос по-своему. Не, ну у меня вопрос был, ну грубо говоря, мы понимаем, что такое мера шарика для обычной там меры на РН, а что такое, ну то есть можно ли как-то значит, вот нужно уточнять ваш вопрос, значит, вы имеете в виду вероятность того, что траектория процесса попадет в определенный шарик в пространстве функции, вы это имеете? Да, 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 в пространстве функции. Конечно, это зависит от дисперсионных параметров, от ковариационной функции, от всего этого. И тут очень легко промахнуться, потому что вероятность попасть в маленький шарик какой-то траектории, даже вокруг среднего значения, в пространстве бесконечной размерности, какими являются функциональные пространства, она ужасно мала, она экспоненциально зависит от радиуса. при заданной дисперсии, конечно. То есть, если вы сравниваете с определенной дисперсией, а если, но с другой стороны, если вы берете шарик радиуса в несколько дисперсий, грубо говоря, но тут действует то, что инженеры называют законом трехсигом, то есть гауссовский процесс в каком-то шарике разумного радиуса оказывается с вероятностью 0,999. То есть это все зависит от того, как соотносится радиус той окрестности, которую вы рассматриваете с дисперсионными характеристиками процесса. Как раз сейчас. Вот на этой картинке было очень хорошо видно эти три сигма, там, где уйма траекторий. Вот на этой картинке видно очень хорошо, что если вы берете радиус определенного вида, то определенного вида, в данном случае 2 сигма, 3 сигма, то траектории почти все там и лежат. И получается такая плотная картинка. Но если вы возьмете узкую полоску в середине этого графика, то окажется, что ни одна траектория в этой узкой полоске не была. Да, спасибо. Вот ровно то, что я спрашивал. Это вот на самом первом слайде была работа Юли Петровой указана. Она как раз обсуждает насколько малы эти траектории попадания в малые шары. Видите, там даже есть слово малые шары. Ну да, но тут L2 все-таки. Это все равно. Феномен один и тот же. L2 равномерный любой. В малый шар попасть невозможно. Траектория будет выбиваться из него. А достаточно большой вы попадете почти наверняка. Ну все, собственно, я уже все ответил. Все сказал, что мог. Да, у меня еще один вопрос есть. Сейчас в машинном обучении можно проследить тренды на некоторую автоматизацию подбора архитектур, в том числе нейронных сетей, например, там недавний наснет и так далее. Есть ли в этой боецовской науке тоже похожие тренды на какую-то автоматизацию подбора, например, кавариаций? Может быть, тоже какой-нибудь гауссовский процесс для поиска гауссовских процессов? Что-нибудь такое? Конечно, можно так делать всегда. Всегда так можно сделать, но придется ведь найти параметры этого второго гауссовского процесса. Да-да, но, например, для нейронных сетей это работает. то есть, там находятся какие-то архитектуры, которые люди там не смогли придумать, и, может быть, ну, стоит просто потратить еще много ГПУ-часов, чтобы, ну, найти какие-то кавариации, которые эффективнее, чем те, которыми сейчас пользуются, которые, ну, видимо, были подобраны эмпирически. Ну, не совсем эмпирически. Кавариации, которые сейчас больше всего используются, они подобраны скорее математически, потому что существует такой класс кавариации, который называется вот семейство Матерна, оно заномеровано параметром, который просто говорит, сколько раз дифференцируемы будут траектории. Вот. И, типа, это что-то очень такое просто интерпретируемое, что-то очень естественное, и чаще всего используют какие-то такие штуки, при этом дополнительно еще даже при фиксированной гладкости у этого кавариационного семейства есть еще параметры типа того, насколько далеко право-влево кавариация, насколько она быстро затухает. Вот. Параметры, естественно, связаны с дисперсией, вот, которые подбираются в автоматическом режиме. Есть работы, их довольно много про очень сложное семейство кавариационных функций, в том числе про, где они используются с помощью нейронных сетей, с помощью сложных там иерархических моделей и так далее. Это тоже все есть, но я не знаю, насколько это именно как бы в народном хозяйстве находит применение. Ну, в народном хозяйстве, например, важно, чтобы была быстрая сходимость. Просто с точки зрения математики понятно, что, например, мы можем там сделать какое-то предположение про гладкость функции, которую мы хотим найти, вот, но на практике у нас там есть пять точек и по пяти точкам ну, мы как бы про гладкость ничего не можем сказать и все, что нам хочется, это как можно более дешево с точки зрения вычислений получить как можно более правдоподобный ответ, вот, и, ну, кажется, что вот эти вот эквариационные функции, которые сейчас используются, они, ну, не ставят себе задачу как-то максимизировать скорость сходимости, там, ну, не знаю, например, к минимуму каким-нибудь, вот, и можно было бы подбирать, скажем, вот эти вот функции, исходя из вот такой вот цели ускорить сходимость, например. два ответа. Первое, как подбирать по этим пяти точкам, их всего пять, вот, и это большая проблема на самом деле. Второй ответ, это то, что называется no free lunch theory, это такое, такое вообще утверждение, больше философское, чем математическое, хотя у него есть строгая формулировка в learning, statistical learning theory, это про то, что нельзя построить модель, которая хороша для всех задач. Если ты построил модель, которая хороша для какого-то класса задач, найдется класс задач, грубо говоря, такого же размера, на котором эта модель будет плохо работать. Вот, отвратительно. Ну, конечно, но речь не идет о том, чтобы построить какую-то универсальную модель, речь идет о том, чтобы, ну, как-то извлекать из текущих данных какие-то фичи и на основании этих фич понимать, какие параметры для, например, функций ковариации подойдут лучше всего. Тут либо ты находишься внутри какого-то класса задач, где у тебя есть эти фичи и какое-то понимание, как правильно устроить ковариацию, тогда флаг в руки, да, отлично нужно это использовать. Чаще всего вот в таких blackbox сценариях ты находишься в ситуации, когда ты не представляешь, к какому классу функции функции относится твоя, не представляешь, какую лучше модель взять для ковариации и т.д. и т.п. Вот, и поэтому используется вот то, что называется general purpose ковариационной функции типа этого самого Matern. Чаще всего это и дифференцируемость дифференцируемость не знаешь, и поэтому просто говоришь, ну пусть это будет функция Matern 3.2, которая означает, что два раза дифференцируемо все. Вот. Точнее, один раз. Вот. Как-то так это работает. нет. Нет.